Добрый вечер! Время новостей на канале ТНТ Тула. О самых главных событиях региона сегодня расскажем мы в студии Светланы Динброва и Алексей Шершнёк. Смотрите сегодня выпуски. Министерский день. Техника для пожарных и проверки предпринимателей. Итоги визита Владимира Пучкова и Михаила Абазова в Тульскую область. У туляков наступил день здоровья. Энергичная зарядка и сдача норм ГТО в праздничной обстановке. Сегодня в Тулу приехали сразу два федеральных министра. Глава МЧС Владимир Пучков и Михаил Абазов, ответственный за организацию работы правительственной комиссии по координации деятельности открытого правительства. В Тульском музее оружия прошло совещание по контрольно-надзорной деятельности в России. В нем принял участие губернатор Алексей Дюмин. Главы других регионов присоединились к обсуждению по видеосвязи. Была отмечена важность контроля и надзора, но при условии, что они не мешают развитию бизнеса. Проверки организаций и частных предпринимателей должны быть прозрачными. Наша главная задача – изменить характер государственного надзора. Преобразовать его и развивать его с репрессивного надзора, которым он по факту сложился, в надзор партнерский. С тем, чтобы мы помогали предпринимателям выполнять те требования, которые являются обязательными по закону. А не только наказывали и штрафовали. Владимир Пучков сегодня передал специализированную технику тульским пожарным. Торжественная церемония проходила на площади Ленина в Туле. Машина соответствует самым современным требованиям по борьбе с огнем для спасения жизни людей. Но министр выразил надежду, что поводов их использовать будет как можно меньше. Сергей Речиц продолжит тему. Тульский центр управления кризисными ситуациями. Внешне ничем не отличается от аналогичных по всей стране. Главное – внутри. Десятки компьютеров непрерывно обрабатывают информацию из всех гарнизонов МЧС и координируют их работу. Дежурная смена службы пожаротушения. Руководит тушением пожара непосредственно на месте пожаров. В последнее время он здесь осуществляет контроль несения гарнизона и каравольной службы. Владимир Пучков встретился с курсантами Тульского кадетского корпуса спасателей МЧС. Несмотря на юный возраст, многие кадеты уже отлично знают спасательное дело. Чтобы поближе познакомиться с работой министерства, Владимир Пучков предложил ребятам приехать в Москву. Я вас приглашаю посетить Национальный центр управления кризисными ситуациями, Академию гражданской защиты МЧС России и Академию государства противопорожной службы Москве. Мы согласуем дату и всех вас будем рады видеть. На площади Ленина два десятка спасательных машин, снегоходы, вездеходы, беспилотные летательные аппараты. Все это подарок министерства. Новые автомобили и оборудование повысят эффективность работы МЧС в нашем регионе. Хотя тульские спасатели, по словам Владимира Пучкова, одни из лучших специалистов в стране. В 2017 году улучшается обстановка в природной техногенной сфере, наращивается потенциал всех составных частей службы реагирования. Ключи от новой техники вместе с министром МЧС вручал губернатор Алексей Дюмин. Цель задачи у вас одна, это сохранение здоровья и жизни наших туляков. И мне, как губернатору, хотелось бы, конечно, чтобы эта техника побольше стояла в боксах и принимала участие только в учебных тревогах. Новая техника приобреталась за счет средств федерального бюджета по программе развития службы спасения до 2030 года. Машины получат подразделения МЧС не только областного центра, но и всех районов области. Сергей Речет, Сергей Давыдов, Тульская служба новостей. Спорткомплексы «Металлург» сегодня при поддержке депутатов Тульской городской и областной думы прошел большой праздник, посвященный Всемирному Дню Здоровья. В нем приняли участие более 200 активных жителей города от 6 до 80 лет. В ряды спортсменов влилась и наша съемочная группа. Светлана Мулыкина с подробностями. Я здорово! Я здорово! Утро стадион «Металлург» встретил громкими кричалками. Девиз этой компании пенсионеров из группы здоровья полностью построен на самоубеждении. Ведь именно от настроя во многом зависит наше самочувствие. Мэр города Тулы Юрид Скипури, как опытный врач, такой настрой поддержал на 100%. Как бы медицина не развивалась, какие бы социальные блага мы не предоставляли жителям, каждый человек должен заниматься здоровьем самим. На 90% здоровья каждого в руках каждого человека. Праздники, посвященные Дню здоровья, в Туле сегодня прошли во всех территориальных округах. Масштабный спортивный флешмоб на стадионе «Металлург» собрал команды от мала до велика. Как и положено, путь к рекордам начинается с небольшого, но уверенного шага – с энергичной зарядки. И правая столетка! Отлично! В программе мероприятие – легкоатлетический кросс, сдача норм ГТО и мастер-классы. Но все-таки основной накал страстей – там, где проходят спортивные соревнования. Юные футболисты соперничают со взрослыми, в рядах которых сам мэр города. Они готовы показать, как надо играть в настоящий футбол. Ну а в здании спорткомплекса в это время семьи состязались в ловкости. Хотим только победы в спорте и вообще достижений. Поздравляя участников с Днем здоровья, Юрий Цкипури отметил – пропаганда здорового образа жизни и развитие доступных и современных спортивных площадок остаются приоритетными задачами для города. Светлана Мулыкина, Игорь Щепотьев, Тульская служба новостей. В эфире прогноз погоды от Тульской службы новостей. С вами Олеся Сокол. Здравствуйте! 8 апреля – день Архангела Гаврила. Чуть позже подробнее об этом дне, а пока о погоде в Туле области на ближайшие сутки. В Олексине градусник термометра покажет плюс 2, плюс 7. В городе Ефремове – плюс 4, плюс 10. В Белеве – плюс 3, плюс 8. В Новомосковске – плюс 2, плюс 9. По прогнозам 8 апреля температура в Туле будет колебаться от 6 до 8 градусов по Цельсию. Небольшой дождь. Влажность воздуха 75-85%. Ветер северо-западный – до 5 метров в секунду. 8 апреля в Магнитных бурне ожидается условия достаточно комфортные. 8 апреля – день Архангела Гаврила. Ему часто молились от избавления от лихорадки. Считалось, что если до 8 апреля не закончить последнюю пряжу, то работа еще надолго затянется. А ведь в ближайшее время нужно выходить в поля и в огороды. Христиане говорили, что на ленивых прялок нападает болезнь, при которой отнимаются руки. Также считалось, что если в этот день зацвела черемуха, то можно высаживать картофель. На сегодня у меня вся информация. Хорошей вам погоды и удачи. С вами была Олеся Сокол. Увидимся завтра в 19 часов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова